друзья всем здорово с вами снова андрей фермер сегодня у нас продолжаем работать по наехала куча машин интересно здесь у нас кузница того кормильцу потом еще ребята приехали делать крыши но это я попозже покажу крыша на нашими офисами не точнее не офиса будет склад под новые запчасти чтобы у нас было все в одном месте а то у нас там раскидана все по поедем по офисам не очень хорошо не так как мы хотели хотим что было хорошо так вольтер у нас стоял где-то дня три я возводил работал на него не знаю когда этот видос выйдет мы вытаскивали ось и может быть уже его так что посмотрите на канале так запускаем с этим проблем у нас нет чуть-чуть прогревается едем здорово не я тебя не снимаю не переживай ты же говорил так это ну что туда загнать его хранилище дошел ну все ладно давай я загоняю так ну что друзья сейчас мы загоняем трактор хранилище и ребята начинают делать того так в общем загоняем трактор чтобы было комфортно потому что передают дождь я не думаю что здесь прям удобнее чем на улице но вместо вам убрать вместо мало так у меня передал ключ с того момента таскал ну все блин тормоза здесь мощи лишь у меня фонари я поставил они это когда глушишь они сюда горят как это свет ну вот есть на легковых машинах сопровождающий тема до так ну что показывает что привез как это как говорится что привез масло это я так понимаю мне подгон это прям еще мощный мощный они себя тоже мне или как получается у нас не было но это типа в подарок вот считай что ты ну две канистры масла вот это вот и две канистры масла даже 112 не это фильтра просто все и вот эти здесь резиночки какие-то но это я не знаю даже вот этот до меня не за трактор вот такие ништяки входит в этот его это получается ты вот видите 50 было так это вот масло в двигателе до 15 это масса а новая оригинальная это если что потом с того снялись можно купить такую бочку вас и менять сами и так вот это масло для трансмиссии потому что мы меняем фильтра трансмиссии так это фильтр трансмиссии это коробки это два фильтра гидравлики тоже семена тоже меняем вот 10 литров на доливку масло потери будет масло при замене фильтров но я понял так это у нас это прокладки для меняются при регулировке клапанов топливные фильтра комплект он понял это стандартно стандартный комплект и фильтр масла лучше фильтр кабины меня и да и еще это вот маска оригинальная смазка для смазки переднего но это хорошая высокая качество хорошие данные они текучи с маленькой при высокой температуре ну я понял самое то что надо так ну что приступаем в первую очередь техника безопасности перчаточки да 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 спецодежда но это как везде у нас сегодня насыщенный день в общем замена первым пунктом замена масла на сейчас капот открывается здесь элементарно кто работал на вальтра те знают единственное у меня проблемы всегда не знаю как нет откручивается представляешь я не знаю что с ней делать вот этот барашек откручивается сам по себе его затягиваю как могу да 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 и откручиваете пара хорошо сюда падает не теряется вот этот барашек постоянно затягиваю на всю его нас кучу тишу это может быть я буду первых тоже 1 барыш попробовать его блин просто он постоянно откручиваешь чести когда на фиксаторы резьбы ну да ну да ну да ну посмотрим если потерять на уже был ну атакуют выборот колес на вальта в общем запчастями проблем нет сейчас и то я так понимаю цены увеличились из-за того что вот эта дорога не дорога тоже поменялась но все равно подводит то есть то есть мы в любом случае если что то есть если что нашли обходные пути ну это самое главное вчера еще привезли к нам запчасти на комбайн джундир 1550 это вот возвратный поддон у нас испортился уже со временем сгнил потом вал на задней на клавиши вот он такой коробочке здесь у нас расходники фильтра воздушный фильтр большой большой это это маленький потом масло в мотор в двигатель также фильтр в двигатель потом здесь у нас комплект резинок назад на саламатряс здесь тоже резинки здесь целин блоки на грохот могу ошибаться ну по-моему на друг эти там тоже где-то снизу ставится резинка так сегментов 100 штук взял запасом потому что надо менять и цены меняются взял поменяем все ну и вот этот вал тоже он идет на грохот по моему здесь должны подшипники но подшипники в общем это все так сказать эти запчасти обошлись нам 850 тысяч вот чтобы понимать брать и импортную технику или нет но она работает но и стоит запчасти вот вот такая кучка небольшая 850 тысяч мы возвращаемся к того сейчас получается ты меняешь фильтра да вот этим а гидравлика метра гидравлики здесь такие козерные подставочки под масло ну точнее конюстр облеженном но это кто-то кто меняется имели работа пока не говорится но у нас то он работает с одним прицепным по этому ходу тем более оптимулку туда протираю в это точнее грязи нет у меня все вытирает это еще можно работать нормально салфетки выдают так теперь масло а вот что за проблема масло подъедает мотор нормально вот я прилично подливал хотя вот сколько 300 не 300 даже меньше ну блин нормально литра 2 где-то залил да это нормально короче на бак топлива она заезжает нормально ну да но это нормально я понял уже делаете наверняка но это просто шайба медные ну я понял чтобы понимать для чего меняется эта шайба вот она это старая ну которая была новая толстая поэтому и меняется здесь у нас с гидравлики масло ну как чуть-чуть она все равно с грязью но это так пойдет может болты мазать мы его конец в отдельную сольем ну да тут грязь ну я говорю это пойдет вот так болты помазать до цепи помазать но а для таких куда-то лить его но это будет неправильно на это вот можно уже с мотора такое на черное понимать вот уже поменялась ее структура прошлый раз ты приезжал без съемника в этот раз съемник да вы были они удобнее а вот под эти фильтры идет уже в комплект так обязательно но понятно все таки не на сухое тем более резина тем более это резина все-таки куда посадочная до протирать а вот свой свет не взял овощи нормально теперь и закручивается главное по резьбе но тут наверно по-любому уже это у нас в российских там бывает не пойдет можно не по резьбе закрутить здесь я думаю все четко сделано потом закручишь ключом без включает его нет вернешь но зато уже надежно так теперь вот эти тупо так подожди вот про этот набор что это за набор это фирма очень хороший набор универсальных ключи очень крепкие но тут короче же не удалось не сломать не ну мы мы бы наверно сломали не ну понятно смехом в общем этому выдают а сейчас наверно под 40 лет но она и видно мощные ключи но понял сейчас надо подлезать и жилья так вообще меняется так ну я понял в этом тракторе у нас идет раздельная гидравлика и раздельная коробка ну то есть а ванны раздельные благодаря этому более надежные системы потому что бывает план порвала нарезать масло и коробка может стать одеть можно даже как-то можно же даже если от масла условия гидравлики добраться на поле я все равно смогу на нем доехать самое главное это вот такая же система только 10 включается все кнопки там я думаю сейчас мы подливаем немного у нас меняли фильтра и масло надо подлить в коробку в общем коробка она подливается здесь но увидели как мы откручивали пробку вот там и пробка в гидравлику через специальную муфу но я об этом как-то рассказывал этот трактор принципе все в общем такой инструмент это самодельный я так понимаю но это из насоса из насоса такого который сборщика часть сделали это вот уже сами делали вот это подобрали такой ну как это на штуцер гайка и выход снег уже вставляется план закачивается мы сейчас я вам покажу как будет этого и в общем для сравнения у меня есть свой мне прислали когда-то его на обзор так и не сделал в общем вот этот нагнетатель масляный и это уже самодельный ну точнее как самодельный он по делам до доработан да и таким вот нехитрым образом заливается масло подливается единственное чем удобно и то что один человек это вот и ну одному конечно не особо удобно оси здесь я вот например смотрю за уровнем и четко можно долить прям четко уровень уже не ошибешься это не как из канистры там можно перелить разлить и уже нет потери масла то есть уже сто процентов попадешь туда ну не разольешь одним словом и вот потихонечку отбавляете кстати кто-то спрашивал где смотреть масло в комментариях писали вот вот оно масло смотрится здесь да 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 сейчас больше не надо мне не надо пусть будет натали сейчас мы подливаем масло в гидравлюк в общем ступеньку нас откидывается на два болтах и вот доступ ну грязь работа да да техника работает когда мне заниматься ночью на спать да да так ну здесь чуть-чуть надо она одна масло и в коробку и ведра поэтому вот и рекомендуют там заливать потому что здесь здесь просто очень долго по времени здесь по времени долго ну и подлитесь можно потихонечку уходит по 5 литров по 10 литров ну а если полный объем сколько там а 70 литров охренеть очень много масла и так потихонечку подливаем то что долго из-за этого проходит уже диаметр маленький ну теперь мне понятно в общем здесь у нас все теперь уже двигатель до двигатель так живоном фильтра да на топливом таким же макаром заливаем а сколько в двигатель вылезай 24 а здесь у нас ну вот в эту перелем чистую так это вот здесь вот у нас здесь 40 литров да а заказывал я 30 это вот 10 литров еще надо отсюда я понял еще останется там на подливочку чуть-чуть 5 литров остается ну как раз мне хватает до этого до того вот этот датчик зашел датчик это присутствие воды в топливе появляется топлива вода и качественную топлива к 10 загорается ошибка выгорается ошибка двигатель предстоит набирать обороты входит аварийный режим после чего трактор как бы невозможно флотирует только можно доехать до места ремонта ну я понял ставится он на один из фильтров ну я понял его тоже потом поменяю черники ну это насос форсинга так что трактор этот высокотехнологичный так это ключик идет в комплекте оставлял у меня это я уже 3 ну пригодятся потеряется может какой подойдет не знаю на этом так это вот он пластиковые да и 8 но ты рассказывал есть и система другая да есть на старых был место прокачки ручной стоял электромотор это надежнее это надежнее проблем нет но тут на торт постоянно работает не отказывать и трактор не заведешь ну я понял на этот уже в любом случае уже стоит мотор который сам подкачивает механически это чисто так дольный тест все у нас поделана клапана еще отрегулировали чуть сейчас проверим как будет он работает но пока топлива еще не закачал у на появление ошибок ошибка какая-то высвучилась сет не не вот топлива давление да показать как скидывать если просто я же раньше делают так загрузил так загрузил сейчас все это пропадет так ну все понравилось пока сет держим и разжигание включаем не заводим все опускаем это вот с помощью этого сбрасываешь ключ вот так и теперь заводишь вот таким нехитрым образом скидывается межсервисный интервал но тут будет ошибка гореть не ошибка предупреждение что пора делать чтобы мне и потом скинуть потому что у нас еще 8 моточасов вот такой видос появился такой небольшой но информативный в общем все того обошлось где-то 112 тыс это поменять масло потом поменять топливные фильтра поменять фильтра гидравлики фильтра коробки и отрегулировать клапана в общем вот такие цены на сегодняшний момент ну а вам спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал всем удачи пока